Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Марии Рудаем. Сегодня у нас в гостях Константин Стёпин, офицер по тестированию военно-профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту. Константин, здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о военной службе по контракту. Расскажите, в чём преимущество именно этого вида службы? В первую очередь хотелось бы, конечно, отметить, что сейчас имеет возможность поступить на военную службу по контракту не только кто отслужил военную службу по призыву, но с 2013 года внесены изменения в федеральный закон 53-й о воинской обязанности военной службы. И на основании этого закона на военную службу по контракту, минуя военную службу по призыву, теперь может пойти граждане, которые получили высшее образование, а также среднепрофессиональное образование. Они могут заключать контракт в вооружённых силах Российской Федерации сроком на 2 года, либо на 3 года по выбору гражданина, минуя военную службу по призыву. Берут мужчин или женщин? Как женщин берут, так и мужчин. Ну, в приоритетном порядке мужчины, потому что военнослужащие у женского пола, они должны проходить военную службу по контракту на определённых должностях. Это либо связистки, либо медицинские работники. Специальное образование нужно для этого? Да, специальное образование. Но, например, вот все воинские должности, связи и наблюдения, они могут под собой подразумевать обучение личного состава. Конечно, медицинские работники должны заканчивать определённые медицинские колледжи, либо медицинские университеты. Скажите, ну вот человек решил, что хочет служить, послужить своей родине, послужить в вооружённых силах. Что ему в первую очередь надо сделать? Если гражданин изъявил желание проходить военнослужбу по контракту, он должен обратиться к нам на пункт отбора, где мы с каждым проводим индивидуальную беседу и выясняем в первую очередь, какие у него преимущества перед военнослужбой стоят. Либо регион, либо он хочет показать и как профессионал дальше развиваться, либо физически, либо в своих профессиональных навыках. Это что под собой подразумевает? Например, механик-водитель. Сейчас поставляется в вооружённые силы Российской Федерации новое вооружение, военная техника, где нужны профессионалы. Поэтому сейчас люди, которые получили среднепрофессиональное образование высшее, они подготовленные специалисты уже идут в войска. И техника сейчас сложная поступает, и они, как образованные уже квалифицированные работники, уже военнослужащие по контракту, обслуживать данную технику будут. Скажите, пожалуйста, с медицинским персоналом понятно, что это уже востребованные специалисты. А какие специальности для службы по контракту ещё востребованы, кто необходим? Большое количество водителей требуется у войска. Водитель не из категории «Б», а водитель из категории «С», «Д» и «Е». Потому что в войсках КАМАЗы, Уралы, также колёсная техника и гусеничная техника. И на данную технику нужны также квалифицированные военнослужащие по контракту. Также требуются в войсках механики. Это все технологические должности, которые будут обслуживать технику в парке, также на учениях. И в основном, конечно, стрелки, командиры отделения, все вот эти командные должности. А скажите, на гражданке востребованы специалисты инженерных специальностей, а IT-специалисты у вас как-то находят они отражение? Вот эти специалисты нужны? Конечно, тоже с образованием, как у нас и радиоуниверситет, да, выпускаются очень подготовленные специалисты. И они также требовательны в войсках. Также есть должности, например, в войсках связи, где у них также есть всякие радиопеленгаторы, очень много компьютерной техники. И там, конечно, нужны специалисты, которые знают эту технику все от и до. Не только что можно нажимать на кнопки, да, но и разбираться, как она работает, как ее ремонтировать, и все в этом духе. Здесь, наверное, тоже происходит какое-то обучение, потому что военная техника постоянно, арсенал нашей страны пополняется всякими новыми видами и оружия, и машин. Да, и в войсках обучают личный состав на конкретное вооружение, на конкретную технику. И уже конкретный человек будет знать от и до свою технику, либо свое вооружение. Скажите, ну, наверное, очень многих людей волнует вопрос, что куда их распределят, когда они придут к вам? Может ли человек сам выбрать место, где он хочет служить? Конечно, когда он обращается к нам на пункт отбора, военнослужба контракта подразумевает под собой добровольное желание гражданина. И когда он обращается к нам, мы в первую очередь его спрашиваем, в какой регион он хотел бы пойти проходить военнослужбу по контракту. Также мы можем предложить ему в городе Рязани, у нас есть 41-450 войсковая часть, это воздушно-десантные войска, также есть железнодорожная бригада, у нас в Дягилево она находится, и войсковые части воздушно-космических сил. Туда можем предложить. Также можем предложить Москва, Подмосковье, Нижний Новгород и любой регион Российской Федерации, даже Республика Крым. То есть куда человек захочет? Захочет у моря послужить? В общем-то, в добрый путь, да? Да, все верно. Самое главное, чтобы там была вакантная воинская должность. Скажите, человек, допустим, определился, что хочет служить в войсках по контракту, пришел к вам, далее что он должен сделать? Когда он к нам приходит, выбрал уже все в себе место, воинскую часть конкретно, он подает заявление в наш адрес. После этого работает с ним наш инструктор. Он объясняет ему, какие необходимые мероприятия пройти, дает перечень документов, которые необходимо собрать. Для этого гражданин должен собрать необходимые медицинские справки, чтобы потом пройти военно-врачебную комиссию. Также он должен пройти профессиональный психологический отбор на компьютере сейчас. И по результатам этого профессионального психологического отбора уже мы смотрим, на какую-либо должность он более-менее подходит по своим профессиональным качествам. После этого, как он прошел медицинскую комиссию, он должен сдать нормативы по физической подготовке. И вот эти все необходимые мероприятия он проходит, формируется личное дело, потом его все необходимые данные подаются в приказ статус-секретаря, заместителя министра обороны. Его назначают на должность, приходит выписка к нам, мы оповещаем об этом кандидата и отправляем уже на конкретную воинскую должность, конкретную воинскую часть, куда он изъявил желание подписывать контракт с командиром воинской части. Скажите, пожалуйста, ну, наверное, для человека, который никогда не служил в армии, не учился нигде в военном вузе в каком-то, ну, просто который закончил вуз, сложно представить, что такое военная жизнь, что такое военная дисциплина. Много ли таких, кто вот с гражданки к вам идет? Да, много к нам с гражданской жизнью, как бы сказать, да, идет заключать контракт вместо военнослужб по призыву, потому что все равно гражданин понимает, молодой парень, что ему необходимо пойти в армию и отслужить либо по призыву один год, либо по контракту два года. Когда он заключает контракт, первые три месяца, это, получается, испытательный срок у него идет. В течение этих трех месяцев он проходит КМБ, как сказать, курс молодого бойца, его отправляют на курсы, где его учат также стрелять, строевой подготовке и всем необходимым дисциплинам. Так же, как и на первых годах военнослужба призыва, на первых месяцах военнослужба призыва этому всех обучает. И за эти три месяца получается вливание в воинский коллектив, где он себя, товарищи, находит. И, получается, он вливается в эту жизнь, в коллективы и находит свое место. Правильно ли я поняла, что сейчас молодой человек, достигший возраста 18 лет, может выбрать идти служить по контракту или же идти служить на срочную службу. Это так? Да, это так. Но это не всех слоев касается. Это есть выбор у гражданина, если у него есть либо среднепрофессиональное образование, закончил техникум любой, либо высшее учебное заведение он закончил. Тогда у него есть право выбора. Либо один год военнослужба призыва, либо два или три военнослужба по контракту. У людей, у которых 11 классов и 9 классов, такой возможности нет. Но те люди, у которых 11 классов и 9 классов, и отслужили уже военнослужбу по призыву, также до 40 лет могут заключить первый контракт. Скажите, а в чем преимущество? Почему они должны заключить этот контракт? Почему они должны выбрать именно этот вид службы по контракту? Потому что военнослужба по контракту подразумевает под собой очень много социальных гарантий. Это, во-первых, жилищное обеспечение. Военнослужба по контракту, если он уезжает даже из своего родного региона, например, из города Рязани, в Подмосковье, там его обеспечивают служебным жильем. Либо комнаты в общежитии, либо однокомнатные квартиры, если ты без жены и без детей. Если у тебя есть жена и дети, то уже в зависимости от состава семьи, если два разнополых ребенка, то уже трехкомнатные квартиры, если жена и один ребенок, то двухкомнатные квартиры тебе положены, как военнослужащему по контракту. Также это медицинское обеспечение, бесплатная медицина, страхование жизни и здоровья. Если, например, военнослужащий увольняется по состоянию здоровья, ему государство выплачивает 2 миллиона рублей. Также еще это вещевое обеспечение. Все военнослужащие по контракту обеспечиваются обмундированием вещевым. Получают его на складах, так же все. И питанием обеспечивается, продовольственным обеспечением. Наверное, немаловажную роль играет и зарплата все-таки. Многие идут именно из-за денег служить по контракту. Это правда или я ошибаюсь? Да, вот смотрите, если военнослужащий по призыву, в свою очередь, в месяц где-то получает 2 тысячи рублей, молодой парень, который окончил также среднепрессиональное учебное заведение и выбрал военнослужащий по призыву, он получает 2 тысячи рублей в месяц. А такой же его одногруппник будет получать на первых днях военнослужащий по контракту порядка 20 тысяч рублей. И с каждым годом это денежное довольствие военнослужащий по контракту увеличивается. Это все зависит от выслуги лет, от региона, где он проходит службу, также в воздушно-десантных войсках у них есть еще прыжки с парашютом. Если выполняется норма прыжков с парашютом, у него со следующего года будет идти 50-процентная надбавка за совершенные прыжки с парашютом. Также за районы Крайнего Севера доплачивают и очень много всяких надбавок, из которых военнослужащий по контракту может себе от 20 тысяч разогнать свое денежное довольствие до 40 тысяч рублей. Скажите, ну все-таки образ жизни военнослужащего он такой все-таки специфический, да? Вот как человеку с гражданки привыкнуть к этому, наверное, все-таки ведь сложно. Ну, смотрите, у нас разные люди есть. Наоборот, кто-то, парни рвутся в вооруженные силы, потому что им нравится физическая нагрузка, командировка. По поводу физической нагрузки, вот вы сказали, для того, чтобы прийти к вам, надо будет после медкомиссии, как раз после военно-врачебной комиссии, точнее, сдать физический норматив. Вот что туда входит? Сколько раз он должен отжаться, подтянуться или что там, пробежать? Молодой человек в возрасте до 30 лет должен минимум 10 раз подтянуться на перекладине, пробежать 100 метров за результат 14,3 секунды. Это минимум. И 3 километра пробежать за 14 минут 20 секунд. Это нормативы школьные. В 11 классе, я не помню, вот в мое время еще в 11 классе чуть-чуть выше нормативы были, мы сдавали. Нормативы все почти сдают. Конечно, если человек хотя бы чуть-чуть уделяет внимание спорту, он легко эти нормативы выполнит. А бывали такие случаи, что человек, ну, прямо очень хочет служить по контракту, но не выполнил что-то или немножечко по здоровью не прошел, его прямо на 100% не возьмут, или все-таки шанс есть? По состоянию здоровья есть у нас две категории, которые могут заключить контракт. Это категория А, годен к военной службе. Это значит, что он имеет право поступить на военную службу по контракту в войска ВДВ, ВМФ на корабли, также без ограничений в любые. Но есть категория здоровья Б, с незначительными ограничениями. Такой человек уже не может подписать контракт с ВДВ, ВМФ на кораблях. Ему только двери открыты в сухопутные войска, где таких больших физических нагрузок не требуется. А остальные категории граждан с категорией здоровья В не могут подписать контракт, потому что это по федеральному закону не положено. То есть это может навредить им? Да, конечно. И запрещено с ними заключать контракт. Скажите, вот у вас в пункте отбора как раз люди приходят, и вы тоже распределяете, в какие войска от человека пойдет? Нет. Ну, во-первых, мы слушаем желания человека. Например, он захотел в этот регион, например, Нижегородскую область, да, и мы уже отталкиваемся, да, от тех частей, которые располагаются в Нижегородской области. И предлагаем ему на выборы, либо мотострелковые, либо танковые войска, либо также войска ВДВ, либо воздушно-космические силы. То есть все зависит от человека, от самого, куда захочет. Конечно, да, добровольное желание человека. Ну, наверное, вы не только распределяете, но и принимаете в нашу регион как раз людей, служащих по контракту. Скажите, насколько вот Рязанская область популярна среди военнослужащих? Приезжают ли к нам? Да, мы общаемся с другими пунктами отбора. Хотелось бы сказать, что пункт отбора на область только всего лишь один, и в каждой вот области есть один пункт отбора. И также мы общаемся со своими коллегами из других регионов. И в нашу Рязань, в нашу войсковую часть 41-450-137-й, прошу десантный полк, очень много молодых ребят приезжает, потому что ВДВ – это элита вооруженных сил, и все хотят проходить в столице ВДВ, в городе Рязань, военнослужбу. 30 апреля, а также 2 мая мы будем проводить информационно-разумительную акцию на площади Победы, где с нашим пунктом отбора, с нашими сотрудниками, будут принимать участие в железнодорожной бригаде. Там сразу гражданин может к нам подойти, узнать все интересующие вопросы, а также сразу написать заявление на военнослужбу по контракту. И с этого дня он может в течение месяца устроиться в нашу железнодорожную бригаду, а также в любую другую воинскую часть. Еще хотелось бы сказать то, что есть сайт «Союз призывников России», Рязань, сайт «Рязанский филиал» сделал, где вы также можете найти информацию, всю вас интересующую, а также подать анкету для поступления на военнослужбу по контракту. Константин, скажите, вот еще один важный вопрос. До какого возраста вы принимаете на службу по контракту? Да, давайте я вам все критерии расскажу. Требования, предъявляемые кандидатам для поступления на военнослужбу по контракту. Это, во-первых, по возрасту. Урождение должно соответствовать возрасту от 19 лет до 40. Потом по медицинским показаниям, как я уже говорил, либо угоден без ограничений, либо угоден с незначительными ограничениями. Также по уровню образования мы не имеем права заключать контракт с гражданином, у которого образование ниже 9 классов. Потом, это у нас, конечно, нормативы физической подготовки и профессионально-психологический отбор. Константин, спасибо вам за интересную беседу, такой экскурс в военную службу по контракту мы совершили благодаря вам. До свидания. Спасибо вам за приглашение. До свидания. На этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова